Что думаете о ситуации с другом Ильей Курчаком? Потому что он ваш товарищ по жизни, он попал в такую сложную ситуацию. Вы как-то общаетесь с ним лично, поддерживаете не как хозяина авангарда, а просто как близкому человеку? Мне очень импонирует его желание остаться в Северной Америке и добиться своей цели. Не получилось в Лос-Анджелесе, я думаю, он будет пробовать в другом клубе. Если не получится здесь остаться, поэтому он молодец, будет идти до конца. И официальный вопрос последний, есть ли какой-то шанс, мечта, надежда? Потому что я авангард в свое время провозил Ягра, то есть это был топ-переход по Ковальчику. Хотя бы есть один процент? Смотрите, ситуация следующая. То есть, в общем, если отстраняюсь от нашей с ним дружбы, и, в общем, я надеюсь, он также положительно относится и ко мне, в общем, как я к нему. Я бы на его месте, конечно же, закончил в Спартаке, но это было бы красиво. Но он заканчивать не хочет. Поэтому мы не говорим о окончании его карьеры, мы говорим о продолжении его карьеры. Есть два варианта. А первый вариант – это все-таки зацепиться в МХЛ и выиграть кубок с Теннис. Второй вариант – мы его ждем в авангарде. Но не заканчивать карьеру. Все от него зависит? Конечно. Александр Корлов сказал мне, что мы ждем в Илья Ковальчике. После матча с Лаут Милайом о ситуации с Ильей Ковальчиком. Что он об этом думает? Почему Ковальчик не попадает в основной состав? Тем более, Хартли тренировал в НХЛ и хорошо знает эту лигу. Что он вообще считает по ситуации с Ильей Ковальчиком? Конечно, все знают, как я оценю и уважаю Ковальчика. Собственно, я тренирую авангард, потому что Илья в 2017 году убедил меня, что стоит приехать и возглавить эту команду. Сказал Хартли в своем ответе. И оказался абсолютно прав, потому что, когда я попал в эту прекрасную организацию, то абсолютно здесь счастлив. Я тренировал Ковальчика в Атлантике, когда он был совсем молодым. Вообще, я считаю, Илью, если брать масштаб на одним из своих сыновей, безгранично уважаю этого парня. Но что я сейчас скажу о Лос-Анджелесе? Каждая ситуация индивидуальна. Сейчас Ковальчук проходит через трудный момент своей карьеры. Команда переживает перестройку, а Илья может оказаться одним из первых ветеранов, которые попадут под эти перемены. Вообще, это отличный клуб, который недавно выиграл два Кубка Стэнли. Но команда с тех пор постарела, поэтому сейчас менеджмент Кингс столкнулся с тем, что нужно принимать тяжелые решения. К сожалению для Кови, одно из таких решений коснулось его. Я сказал, что не буду вас спрашивать о том, окажется ли Ковальчук в авангарде. Но я замечу, что свитер с номером 17 сейчас в вашем клубе свободен. Под ним выступал Никита Щербак. Конечно, мы знаем, кто тут самый известный номер 17. Подождем и скоро все увидим. Ковальчук имеет сложный составленный контракт в НХЛ. Он хочет играть в НХЛ, потому что у него есть желание завевать Кубок Стэнли. Все остальное у него уже есть. Золото Олимпиады, два золота Чемпионата Мира, два Кубка Гагарина. Думаю, любой менеджер Кубка ХЛ хотел бы видеть у себя Ковальчука. Это форвард мирового класса, умеющий решать исходы матчей. У меня сейчас нет планов насчет Ильи. И если он хочет дальше играть в НХЛ, я просто пожелаю ему удачи. Но мы сфокусируемся на нынешних делах авангарда. Теперь поговорим о хоккее. Илья Ковальчук пропускает уже второй матч подряд в НХЛ. Он не попал в заявку Лос-Анджелеса на матч с Детройтом. Ранее сообщалось, вообще эта неделя с этого и началась, что громкая новость. Ковальчук и Кингс находятся в процессе расторжения контракта его. Большого, дорогого. В 17 матчах сезона наш Ковальчук набрал 9 всего лишь очков. 3 плюс 6 при показателе полезности минус 10. К информации вот об этом возможном разрыве контракта нас очень плавно подводили новостные заголовки типа «Ковальчук не набрал очков в четвертом матче подряд». «Ковальчук не забил в шестом матче подряд» и так далее. Илья Ковальчук после невключения в заявку в очередной раз говорит, я обычный хоккеист, комментирую эту ситуацию, всех могут посадить в запас, мы находимся на последнем месте, а тренеру надо что-то делать, чтобы изменить ситуацию. Я нахожусь здесь, где, вместе с ребятами, с командой, если я им нужен, я готов играть». Последние слова Ковальчука, появившиеся по запросу Илья Ковальчук на лентах накануне. Комментарии Тодда Маклеллана, тренера Кингс, довольно странноватые. Ковальчук хорошо потренировался, и это хороший знак для всех нас. Давайте разбираться в ситуации, что там делают с нашим россиянином. Павел Лысенков, матч-тв, обозреватель хоккейной, с нами на связи. Паш, привет. Привет. Фетисов о положении Ковальчука сказал следующее. «Такого игрочищу нельзя выводить из состава просто так, что-то там у них произошло». Скажи, пожалуйста, Паш, что же там у них произошло? Ну, на самом деле, произошло то, что в прошлом сезоне команда выглядела ужасно. Причем Ковальчук ехал немножко в другую команду. Такую. Она еще не успела рухнуть, но вместе с ним так совпало. Это нельзя думать, что это чисто из-за Ковальчука. Но у них все пошло вниз. Команда показалась очень возрастной, очень нескоростной. И когда поменяли одного тренера, потом второго тренера, потом третий тренер пришел, вот, и они так посмотрели. Ковальчук – самый бесполезный игрок 21 века. Если смотреть статистику плюс-минус, у Ильи реально минус 152. И этот минус у него продолжал увеличиваться в Лос-Анджелесе. И они подумали, а почему бы нам его не убрать? Кстати, они его сейчас убрали и одержали три победы подряд. Это не очень хороший симптом для Ильи, но очень хороший для Лос-Анджелеса. Паш, ну, все-таки, это все-таки история больше про его физическую форму или про деньги? Потому что контракт, в принципе, солидный. Они поняли, что да, вложились, подписали за хорошие деньги, пользы не видят. Не знаю, там, в течение полутора лет, получается, они не поняли, как его использовать. Может, это их ошибка? Эта история выглядит так. У Ковальчука, когда он играл в России, были два мощных бонуса, две мощные ракеты на коньках. Во-первых, его имя, то, что он выиграл тогда нам Квебек, что он самый ценный игрок Олимпиады, что вообще это супер-Ковальчук, супер-бренд. Вот. И все это, Михаил, не работает. Он не считается главной звездой. Он не Крозыг, не МакДэвид. И он просто обычный рядовой солдат. В России это именно у него работало. Соответственно, это ему обеспечило второй бонус, супер-бонус. То, что вокруг него строили команды. Его ставили первую бригаду большинства. Его ставили в первую звено. Нельзя было представить Ковальчука в третьем звене. Сразу был большой скандал в прессе. И все спрашивали на пресс-конференции, в чем дело. В НХЛ это в порядке вещей. А Ковальчук, он такой игрок, что он реально нужен чисто в первом звене и в большинстве. И под это его подписывали на большие деньги. Если вы используете иначе, это такая же ситуация, кстати, с Никитой Гусевым в Нью-Джерси, что узкоспециализированный игрок. В физике у Ковальчука все в порядке. Он как в ось пахал. Можно посмотреть его Инстаграм. Летом, как он там в Майами занимался. Это, конечно, просто обалдеть в какой он форме. 36 лет. Но его просто использовать не так, ради чего его покупали. А покупали его еще при позапрошлом тренере и менеджменте. Так что просто Ковальчук попал в команду, которая резко начала падать вниз и перестраиваться. И он оказался вдруг не нужен. Но у него такая ситуация, что он просто сейчас должен не дергаться, а ждать, когда подвернется хороший вариант. Я хорошим вариантом вижу переезд КХЛ в Вангард без потери денег. Но если он это сделает, тогда он просто распустится с мечтой об НХЛ. А, наверное, он этого не хочет. Да, точно уже, уж точно в очередной раз не вернется. Он не вернется 100%. Поэтому он сейчас сидит, молчит, тренируется. Я ему бросал в WhatsApp запрос на интервью. Он просто его проигнорировал. И он сейчас будет тренироваться и ждать своего шанса, когда его вернут в состав. То есть он просто в данный момент попал под ротацию. Его никто не гнобит. А он просто оказался в данный момент как чемодан без ручки. Тащить тяжело, а пользы нет. То есть он принимает участие в общей группе, в тренировках. Да, все нормально. Здесь никаких ограничений нет. Как только речь заходит об игре, он узнает, что он в очередной раз не в заявке. Да, заплату платят вовремя. А тренер говорит, что победный состав не меняет. Какой смысл менять победный состав? Вот и Профортин забил. А Ковальчук при нем команду выиграл в три раза. И это снижает шанс Курчиха на возвращение. Скажи, пожалуйста, а вот политику клуба можешь объяснить? У них сейчас какая тактика? Все-таки вот не включая его в состав, хотя он тренируется там в общей группе, они хотят проучить, мотивировать? Или эта тактика как раз ведущая к разрыву контракта? Или все-таки они пытаются выжить какую-то долю мотивации из него? С одной стороны, если он будет сидеть без игровой практики два-три месяца, он может сам сказать, что типа я деградирую. Но с другой стороны, они же могли его расторгнуть в контракт его еще летом, они этого не сделали. Оставили его. И у него очень хороший контракт, очень хороший агент у него. Потому что по этому контракту с Ковальчуком сделать вообще ничего нельзя. То есть его нельзя отправить в фарм-клуб, его нельзя выкупить по ходу сезона, его нельзя обменять, потому что у него есть запреты. И у него великолепный контракт, агенту респект, Ковальчук тоже финансово обеспечен. Но, конечно, клуб подталкивает его к тому, чтобы Илья сам сказал, давайте там расторгнем. Я готов вам дать 6 миллионов долларов в год, но он же не брак. Это он вправе сделать, да? То есть это только с его стороны, возможно, активизация такой опции. На него спрос есть, будет в НХЛ? У нас понятно. У нас понятно. На него спроса в НХЛ не будет, потому что в НХЛ очень жесткий потолок зарплат. Вот сейчас даже молодой, очень талантливый вратаря Вашингтона и Илью Самсонова отправили в АХЛ, фарм-клуб, только потому, что им надо было выжать 200 тысяч долларов под потолком зарплаты. Там математика чисто идет. Чтобы 10 тысяч сэкономить, мы отправим одного вратаря, мы возьмем другого подешевле. Но зато у нас сыграет форум чуть-чуть подороже. А когда речь идет о 6 миллионах 250 тысяч долларов в год, то такую сумму очень тяжело скисать. Для этого надо просто переломать полсостава, кого-то выкинуть. Но ради кого? Ради игрока, который не дает результат, имеет кошмарный минус. И это должен быть какой-то очень большой фанат КУЛЧК у НХЛ, но его просто нет. Но зато он есть в России. Вот Александр Крылов, босс авангарда, он просто не просто хозяин авангарда, он просто друган КУЛЧКа. Я с ним брал интервью, он говорит, у меня с ним общая философия, мы с КУЛЧКом дружим. КУЛЧК помог Боба Хартли привлечь в авангард. В авангарде тренером работает Слава Козлов, с которым КУЛЧК играл в Атлайн. Хартли его тренировал. Это идеальная команда для КУЛЧКа. Но одно но его держит. Он не хочет ставить крест на НХЛ. Пока не время. Говорят, Паш, даже летом этот сценарий в авангарде рассматривался. Да, я уверен, что авангард летом претендовал на КУЛЧКа. Я два раза спрашиваю Крылова, когда у вас будет Илья, когда Илья пройдет по славной земле Балашихи. Крылов мне говорил, еще не время об этом говорить, но никогда не говорил категорично нет. Я уверен, что к нему подбивали к линии. Просто Илья не хочет уезжать из ЛА, где семья, четверо детей, жизнь в шоколаде. И хороший день. Он играет в НХЛ. Он играет в НХЛ, это главное. Да, и прочитанные сообщения от Павла Лосенкова, но не отвеченные. Желаю тебе, чтобы он как-то отреагировал и получилось классное интервью. Если он отреагирует, значит, он возвращается в КУСЛ. А, круто, круто. Спасибо. Это Павел Лосенков многое нам объяснил, очень доступно Матч ТВ. Вот такая ситуация с Ильей Ковальчиком. Я слушаю Около Спорт каждое воскресенье. У этого парня есть чему поучиться. Гарри Линекер, бывший футболист, телеведущий. Да, пишет 92-й. Ковальчук не овечкин. Он не умеет обороняться, не умеет строить игру. Он индивидуалист, а это сейчас не Катя. Да и Кингс ни о чем. Может, пора уходить. Еще одно сообщение. Следом 92-й к этому присылает. Продолжение следует.